Ежегодно, 2 апреля, в день рождения легендарного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. В информационный век при обилии различных электронных гаджетов детей становится все труднее усадить за эту сокровищницу. Однако за 2018 год в библиотеках города Гродно было зарегистрировано в общей сложности 28 тысяч юных читателей, что на 3 тысячи больше, чем в предыдущие годы. А все потому, что сотрудники библиотек используют все новые нестандартные формы и методы работы. Например, прямо в читательском зале устраивают кукольные представления, проводят громкие театрализованные чтения и многое другое. Видно, насколько фидбэк, обратный отклик идет от детей, насколько это востребовано. Когда стали приезжать мамы со всего города, передавая информацию друг другу в социальных сетях, в каких-то мессенджерах, стало понятно, что нельзя провести в рамках недели и закрыть это. Международный день детской книги «День рождения Ганса Христиана Андерсена» отмечаем громкими и театрализованными чтениями «Очень голодная гусеница». Книге Эрика Карла «Очень голодная гусеница» в марте исполнилось 50 лет. Малыши смогли не только ознакомиться с одной из самых популярных книг в мире, но и с ее главной героиней, которая буквально сошла со страницы. После театрализованного представления ребята выполняли увлекательные задания. Отвечали на вопросы, рисовали, считали, а заодно закрепляли полученные знания. Конечно, мы планируем не останавливаться, еще больше и больше посещать, потому что очень познавательно. Приоритеты не только деятельные родители ставят сегодня, немножко другие, скажем, в век информационных технологий. Поэтому мы хотим вот ребенку донести, что книга имеет большое значение в его, в общем, развитии полноценном. И будем стараться дальше посещать, еще приглашать родителей. Мне очень нравятся сказки, потому что они интересны, и дети много о них узнают. Я сегодня узнала, что гусеницы после, когда они поедят, превращаются в бабочек. Как известно, книга позволяет малышу усвоить базовые знания, назнакомиться с окружающим миром и правилами поведения, прививает интерес к чтению. КОНЕЦ